Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. 14 часов 3 минуты в Москве. Друзья, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. В эфирной студии Роман Шахов, Лиза Калинина и наши гости. Дорогие друзья, у нас сегодня в студии находится исполнительный директор Музея военной истории Российского военно-исторического общества, член научного совета Музея военной истории, Елена Синицына. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие ведущие, здравствуйте, дорогие телезрители. Спасибо огромное, что вы к нам пришли. У нас, на самом деле, много поводов, которые хотелось бы с вами обсудить. Во-первых, скоро открываются новые музеи. Их будет два. Один в Москве, один в Смоленск, если я не ошибаюсь. Поправьте меня. Ну, открываются, конечно, скоро, но давайте сначала расскажем нашим телезрителям про вообще наш музей. Да, давайте, конечно. Может, кто-то не знает про нас. Итак, Музей военной истории. Чем сейчас он живет? Музей военной истории — это такой своеобразный военный холдинг. Музей военной истории был образован Российским военно-историческим обществом. И на сегодняшний день в состав музея входят три площадки. Две из них находятся в Москве, одна находится в Смоленске. Это башня Гормовая. Это такой знаковый очень музей и очень известный. И вот в Смоленске был открыт музей 25 сентября 2017 года. Существовал он там и до этого времени, но был передан Российскому военно-историческому обществу. И мы там сделали небольшую реэкспозицию. Так. Вот. Второй музей, вернее, те, которые находятся у нас в Москве, два музея. Это музей военной формы одежды, который находится непосредственно на Петервеликском переулке. Там, где штаб-квартира Российского военно-исторического общества. И, наверное, такой самый любимый, самый такой игрушечный, красивый, замечательный музей. Это музей Стрелецкие палаты. У него вообще такое знаковое расположение. Находится он во дворе Дома писателей в Лаврушинском переулке, напротив инженерного корпуса Третьяковской галереи, в здании 17 века. Это отдельная история, потому что это, ну, скажем так, здание 17 века приняло туда ту экспозицию, о которой оно само могло бы рассказать. То есть вот историческое место приняло то, что должно было там быть историческое. Они встретились. Они встретились, совершенно верно. Само здание Стрелецких палат, здание, которое начиналось строиться в 17 веке, и принадлежало надуманному дьяку Семену Титову, который был как раз главой Стрелецкого приказа. В 18 веке был надстроен второй этаж, затем палаты жили своей жизнью. В 20 веке там находились коммунальные квартиры, и затем через какое-то время приняли решение их освободить и произвести там реставрацию. Это было сделано очень правильно. Реставрацию проводила министр скультуры Российской Федерации. Сделали реставрацию очень хорошо, вернули палатам совершенно замечательный исторический облик. И вот на сегодняшний день, сначала в 15-м году там были медиапалаты Российского военно-исторического общества, но потом министр культуры принял решение, что там будет наш музей. И мы открылись, нам сейчас 2,5 года, мой музей очень молодой, это накладывает достаточно на нас определенный отпечаток и очень серьезные трудности. Трудности, потому что музей в первую очередь это предметы, это фонды, которые должны быть в музее. Но представьте, дорогие коллеги, что такое в 21 веке собрать музейные фонды, которые касаются 17 века. Конечно, очень сложно. Откуда это? Может быть, археологи вам помогают? Или каким образом это все? Вы знаете, нам помогают наши коллеги, и это тоже, конечно. Но мы такое приняли, мне кажется, такое соломоновое решение нашли. Мы дружим с нашими коллегами-музейщиками. И поскольку иметь свои собственные фонды пока у нас не получается в большом объеме, у нас это в плане. Мы собираемся, конечно, приобретать какие-то экспонаты с помощью попечителей в том числе, и коллекционеры какие-то нам дарят свои вещи. Но на сегодняшний день мы обращаемся к коллегам с просьбой дать нам на временное хранение те предметы, которые есть у них. И они с удовольствием идут на такой контакт. И могу сказать, что та экспозиция, которая находится на втором этаже нашего музея, она, в общем-то, музейная благодаря тому, что мы туда привезли предметы из 10 музеев российских. Мы готовы сейчас вновь посмотреть ролик. Давайте обратим внимание на экраны. Как раз Елена, если что, поможет нам, фигментирует. Ну, я могу сказать, что это... Красиво. Да. Вот эти экспонаты, которые представлены сейчас в музее, да, нам показывают сейчас... Это лишь идет про второй наш музей, музей военной формы. Давайте я тоже сейчас расскажу про него. У него не менее интересная история. В свое время наш царь Петр I повелел создать императорский интендантский музей. В этот музей свозили всю военную форму, которую прошивали для армии. И так повелось, что все это время, все оставшееся время потом, если шили какой-то образец для ношения в армии, этот образец обязательно привозился в музей. И там сохранялся. После революции, естественно, что молодой Красной Армии нужна была какая-то военная форма. Естественно, что нашли эти фонды, нашли этот музей. Но бойцы не стали брать верхнюю одежду, поскольку и палеты, всякие разные золотые и красивые голуны и прочие элементы... Практичные, да. Да, были непрактичные, но зато штаны были очень практичные, поэтому штанов осталось очень мало. Но в какой-то момент все-таки приняли решение сохранить то, что еще не успели разобрать. Частично предметы отдали в музей артиллерии, который находится в Санкт-Петербурге. Частично отдали предметы, которые принадлежали каким-то царским особам, отдали в царское село. А часть предметов в товарных вагонах, в ящиках вывезли в Подмосковье. И на самом деле, долго очень по России бродили вагоны с этими ящиками, но потом нашли пристанище в поселке Бахчеванджи, названном так по фамилии известного летчика. Находится этот поселок в Щелковском районе Московской области. И там находится экспериментальная лаборатория российской армии, в которой и сейчас, на сегодняшний день, занимается созданием новых образцов военной формы. Юда Ашкин принимает сейчас участие? Ну, естественно, конечно. Конечно. И они сейчас выставили там большое количество этих предметов. Но так получилось, что два министра, министр культуры и министр обороны договорились о том, что часть предметов передадут нам на временное хранение, но мы при этом не просто их себе возьмем, но и отреставрируем еще. Да. И поэтому достаточно долго шла реставрация. Три реставрационные мастерские это реставрировали. И сейчас мы имеем возможность показать, на мой взгляд, уникальные совершенно вещи. Причем три из них принадлежали членам царской семьи. У нас есть каска Николая Первого, у нас есть шляпа Александра Первого, и у нас есть шляпа Петра Третьего. Это здорово. Скажите, Елена, а кто вот изобрел Буденовку? Есть фамилия, имя этого человека? Потому что, ну, действительно, какой-то уникальный головной убор, появившийся в Красной Армии. Вы знаете, есть несколько версий. Расскажите. Вот. Ну, одна из таких версий, которая не подтверждена на данный момент времени, но она самая красивая. Это версия того, что эту Буденовку нарисовал известный художник Васнецов. Ничего себе. Да. Что была такая история, что нужно было сделать какую-то красивую форму для нашей армии, когда она войдет в Германию в 16-м году. И Васнецов нарисовал эту Буденовку. Причем взял он ее по примеру тех головных уборов, которые были у его замечательных богатырей. Богатырей, да. Все сходится. Да, все сходится. Но на самом деле, когда Красная Армия, она же, ну, как бы у нее не была своей формы. И решили, что, в принципе, и армия-то не нужна стране. Зачем? Страна такая прекрасная, завоевали там. Победили царский режим, установили социализм. А вдруг империалисты вернутся? Нет, все было замечательно. Но действительно, когда поняли, что угроза-то существует стране, надо собирать заново армию, потому что ее все распустили. И вот тогда, как бы, стали собирать солдат, а формы нет. Использовали царскую форму, при этом привязывали красный бант, либо на погоны, либо на фуражку, либо вообще просто к самой верхней части военной формы. Но, опять же, что такое форма? В любом случае, даже школьная форма, да? Она человек просто дисциплинирует и определенным образом собирает. В определенное настроение вводит. Ну, конечно. И поэтому нужно было создать эту форму. Объявили конкурс. И вот у нас, например, сейчас в музее, как раз музей военной формы, есть один маленький зал, посвященный столетию рабоче-крестьянской Красной Армии создания. И там у нас есть рисунок художника Изучевского, который принимал участие вот в этом конкурсе. И там нарисован вот такой образец военной формы, странный, на мой взгляд, на сегодняшний день. Такой халат с запахом. И тоже что-то подобие вот этой Буденовки, которую назвали так, потому что потом этот головной убор стали носить в основном солдаты, служившие в армии Буденова. У нее есть еще название, Фрунзевка тоже. Да, поэтому вот такая интересная история. Друзья, хочу напомнить, у нас в гостях сегодня исполнительный директор Музея военной истории Российского военно-исторического общества Елена Синицына. У нас небольшая пауза сейчас, и мы продолжим. Оставайтесь с нами. Дамы и господа, вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Музея военной истории Российского военно-исторического общества Елена Синицына. Да. Итак, мы продолжаем говорить о музее. Вот, в частности, остановились на музее московских стрельцов, стрельцовские палаты. И у нас вновь попытка номер пять посмотреть видеоролик. И там как раз все расскажут еще об этом, да? Души братец, лицезрей, сказ о подвигах великих, временах давно забытых. Как московские стрельцы, удалые молодцы, землю русскую спасали, да набеги отгоняли. Как хранили славный град, тот, что в чистокол объят. Про традиции и быт, про одежи, внешний вид, все расскажем, не скупясь. На сказания мы богаты, приходи и сам смотри. К нам, в стрелецкие палаты. Слушай, братец, лицезрей, сказ о подвигах. Спасибо, да. Это уже вторая серия пошла, да. Это сериал. Наверное, понравилась трилогия, да. Ну, понятно. Нужно рассказать, что в музее много программ интерактивных. То есть это не такой музей в стандартных его пониманиях. То есть когда ты приходишь, сам смотришь, либо подскурсоводом. Нет, есть какие-то другие формы. Можно стать участником какого-то действа, расскажите. Конечно. Вы знаете, у каждого человека свое восприятие музея. Кто-то любит ходить вообще сам по себе, никаких экскурсоводов, ничего. Все читать. И все читать. Кто-то любит брать аудиогид. И такую возможность мы тоже предоставляем. Сейчас у нас есть аудиогид на русском, на английском языке. Вот к чемпионату мира по футболу мы так подготовились. То есть кому-то обязательно нужен экскурсовод, а кому-то, и это большая часть наших посетителей, нужны интерактивные программы. Потому что все знают, что когда ребенок погружается в игру, когда он задействован с экскурсоводом в каком-то диалоге, то у него гораздо больше потом остается в голове. Да, совершенно верно. Поэтому мы стараемся, чтобы в нашем музее постарались сделать так, чтобы у нас были такие театрализованные персонажи, которые приглашают в путешествие по музею. У нас есть десятник седьмого заявовского приказа Фома Удальцов, который верстает наших дорогих посетителей в новоприбыльные стрельцы. Десятник — это какой-то военный чин, наверное, да? Да, у него есть определенный чин, да. Он соответствующим образом одет. Вот у него есть специализированное военное оружие, вот эти бердыши, которые он дает своим новоприбыльным стрельцам. Он рассказывает им о том, с какого возраста можно было поступить на службу, сколько платили денег, кем можно было стать. Ну, то есть вот все то, что можно прочитать, допустим, в обычном учебнике истории сухим языком, он рассказывает так здорово и интересно, что это потом надолго, мне кажется, остается у них в памяти. И самая главная наша задача — это рассказать вообще, в принципе, о стрельцах. Вот что вы знаете про стрельцов? Ну, получается, у вас такое путешествие во времени, да? Да. Ну, мы знаем, что это определенное вооруженное формирование, которое было там во времена... Да, как они готовились, так и с кино помним, так смотрели. И мы знаем про стрельцов, и знаем про Ивана Васильевича Миняй-Перафейсия. Да, конечно. Но мы с вами, наверное, ну, вернее, я-то теперь уже знаю. Определенная гвардия, наверное, была, да, царя? Ну, на самом деле, стрельцы, например, в Москве, это была команда МЧС, МВД, это таможня, это тот самый полк, который представлял царя перед иностранными государствами. Но при этом в то время, когда они не служили, там не было войн, они занимались каким-то ремеслом обычным. Поэтому были различные стрельцкие слободы, в которых что-то такое производилось. И мало того, вот если посмотреть на карту... Ну, престижно вообще было стрельцом? Очень, да. И очень многие стрельцы, они были стрельцами по отечеству, то есть это передавалось от отца к сыну, это было очень почетно. Потомственные военные, да, получается. И надо сказать, что царь очень любил своих стрельцов, и если стрельцы отличались, то им давали награды. Это не было тогда таких медалей, могли, например, дать монету золотую, в которой делали дырочку и вешали, либо там на шее, либо прицепляли к одежде. Знак такой. Жалование какое-то платили. Да, либо денег добавляли, либо давали, например, недвижимость. Вот как раз наши стрельцкие палаты достались думному дьяку Семену Титову за его верную службу царю. Ну, это хорошо. И мало того, если мы посмотрим на современную карту нашей страны сегодняшнюю, то та территория, которую мы сегодня имеем, это благодаря тому, что стрельцы как раз как посланники царя, они, в общем-то, ну, скажем, осваивали эти новые территории. И за полтора века, что существовало стрелецкое войско, вот до того момента, пока их не распустили, они как раз занимались тем, что осваивали новые территории. Об этом мы рассказываем на своей экспозиции. А, кстати, почему их распустили, Елена? Что там? Ну, после того, как произошел стрелецкий бунт, да, потихонечку как бы все это ушло, были созданы потом другая армия, Петр Первый был в Европе, он уже там как бы регулярные войска создавал. Ну, знаете, на самом деле здесь надо просто обратиться к истории и понять, что Петр Первый, он с самого детства не любил стрельцов, так сложилась его жизнь, что, в общем, со стрельцами у него были связаны очень неприятные моменты, поэтому, мне кажется... Всему свое время, сказал Петр Алексеевич, и поменял все. У нас рекламная пауза прямо сейчас, друзья, скоро вернемся. Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна-ФМ». Дамы и господа, мы продолжаем общаться. Елена Синицына в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ». Да, и еще один такой повод важный, мы немного о нем поговорили, открылся уже музей в Смоленске, да, вот что там сейчас происходит, какие дела? Там за башни-то. Знаете, это как в фильме «Каждый год с друзьями», 31 декабря мы ходим в баню. А мы открываем музей. Также каждый год, вот уже сейчас второй год, у нас 25 сентября мы будем открывать музей в Смоленске, уже второй. Нам передают по одной башне. 25 сентября 2017 года мы открыли, значит, реэкспозицию в башне Громовой, которая рассказывает о строительстве смоленской крепостной стены. Это очень важно, это символ Смоленска. Кто не был, Смоленская крепостная стена – это первое, с чем нужно познакомиться. Ну, такой символ определенный. Да, и нужно запомнить, что это Смоленская крепостная стена, а не Кремль, потому что это тоже очень большая ошибка, и на что очень обижаются смоляне. И совершенно изумительное сооружение – это башня, четыре яруса. Мы сделали экспозицию, мы рассказываем там о строительстве крепостной стены, о ее защите, о саде, в общем, всю историю про Федора Коня, про воеводу Шейна. Но при этом, при всем, мы постарались вдохнуть в башню какие-то вот лирические, человеческие чувства. И поэтому в этом году, начиная с мая месяца, на четвертом ярусе, под куполом башни, вместе со Смоленской государственной филармонией, мы проводили концерты классической музыки. Ничего себе! Это такое… Здорово! Такое наше нововведение, оно потихонечку, очень туго приживается. Ну, не привыкли, может быть, еще до конца… Жители. Да, жители. Но ходят к нам на эти концертные программы. Вот два месяца с половиной мы это делали. А сколько вмещает зрителей башня? Ну, немного, по пожарным нормам, там больше 50 человек быть не может находиться. Потому что один эвакуационный выход, мы очень строго соблюдаем все это. Но при этом это очень здорово получилось, потому что акустика там потрясающая. И надо сказать, что артисты Смоленской филармонии тоже обладают совершенно уникальными голосами. Поэтому, в общем, все срослось, и мы будем продолжать дальше. Так что приглашаем. И жителей, и гостей в последнее столице Смоленска. Сейчас у нас маленький будет перерыв, потому что уходят в отпуск наши дорогие артисты. Но потом они вернутся, и еще в конце августа, в сентябре мы обязательно все это продолжим. В Смоленске, Елена, какие-нибудь будут или, может быть, уже есть программы, такие же квесты, как вот в палатах стрельцов? Ну, не только квесты, интерактивные, новые такие формы. В России, например, тоже что-нибудь такое. Ну, на самом деле, это в наших планах. Мы собираемся это делать. И 25 сентября этого года мы собираемся еще одну башню представить на суд жителей города Смоленска. И тех гостей, которые приедут, это башня Маховая. Это немножечко иное сооружение, но тоже очень интересное. И мы там будем открывать такой этнографический музей, смоленские украсы. А такое подпольное название у этого музея, это музей добра и счастья. Потому что есть совершенно изумительный в Смоленске детский юношеский центр, клуб «Гамаюн», который около 30 лет занимался тем, что ходил с экспедициями по Смоленской земле и собирал различные предметы, утвари, краеведы. У них в подвале вот этого детского центра совершенно необыкновенный музей. Просто там такое количество предметов. Часть предметов они дают нам, и будем рассказывать жителям обо всем, что связано с женским началом. Вот зашло солнышко, встала женщина, родилась новая жизнь, новый день. Будем рассказывать про мужчин, про то, чем они работали, какими предметами, что они делали. То есть все это. И тоже исторические персонажи будут делать. Тоже исторические персонажи. Ну и поскольку мы затрагиваем мужчину и женщину, то, соответственно, финалом этой истории должна быть свадьба. Поэтому мы планируем проводить там такие обрядовые свадебные мероприятия. Церемонии. Церемонии, да. Ну и плюс проводить интерактивные программы, связанные с какими-то народными праздниками. Ну, может быть, свадьбы будут там горожане проводить. Будут народы. В конце концов, отлично. Ну, конечно, обязательно будем это делать. Здорово. И еще один музей у вас открывается совсем скоро, да? Да, вы видите, какие богатые на события. Несмотря на то, что молодые, но очень дерзкие и богатые на события. Но это совсем такая большая, очень сложная, серьезная история. Сейчас, в данный момент времени, в Москве на улице Большая Никитская реставрируется усадьба 19 века, которая будет приспособлена потом под музей военной формы. В этом музее уже у нас будет полторы тысячи квадратных метров экспозиционных площадей. Это для постоянной экспозиции. И где-то порядка, наверное, еще метров 300 под временные выставки. Это тоже я расскажу. Значит, что касается постоянной экспозиции, то наша основная задача – это рассказать об эволюции военной формы. Например, почему появилась гимнастерка? Или почему в нашей армии появилась военная форма более светлого цвета? Или, например, почему какие-то определенные были головные уборы? Все это мы будем рассказывать. Будем рассказывать, как она изменялась в зависимости от того, какое вооружение появлялось. А с какого периода начнете? С богатырей? Да, ну, опять же, знаете, вот такая фраза, которая может очень емко охарактеризовать этот музей – это Адама Дупацдама. У нас там есть совершенно изумительный подвал, такой двусветный, на который можно будет с мостика посмотреть вглубь. В этом подвале у нас будет создано прекрасными мастерами из Санкт-Петербурга, которые делают очень много инсталляций, диорам, битву при Молодях. Это та битва, которая тоже была очень крупной, очень известной, такая же практически, как Куликовская битва, просто немножечко менее изученная. И вот мы там сделаем инсталляцию этой битвы, покажем как раз ту военную форму, которая была тогда, в то время. А затем начинает Петра, когда был создан первый военный мундир, когда армия стала уже иметь свою специфическую военную форму, регулярная армия. Вот дальше мы начнем рассказывать и показывать. У нас в этом музее запланированы две такие интерактивные комнаты. Одна комната называется Цейгаус. Это мастерская по пошиву военной формы. И был такой совершенно потрясающий тоже персонаж. Это настоящий человек Ронжевский, который придумал специальную формулу, вернее, специальную раскладку на сукне выкроек военной формы. Причем эта раскладка позволила сэкономить... Для какой армии? Для нашей. Это все для нашей, для российской армии. И используя вот этот его математический расчет по раскладке различных элементов выкроек, он позволил сэкономить в стороне какое-то безумное количество денег, сукна, вообще всего, что только можно. И мы хотим, чтобы все наши посетители, приходя в этот музей, попробовали себя в роли вот Ронжевского и пораскладывали, и попробовали сделать так, чтобы у них... Здорово. А можно ли, например, привезти ребенка и ему сшить форму там вот? Ну, я думаю, что... Сейчас идею закину. Этого идеи... Спасибо вам огромное за идею. Ну, сразу, да. Обращайтесь. Я хочу сказать, что мы сейчас очень активно налаживаем отношения с реконструкторами, которые в последнее время появилось очень много, и у них различные сообщества, и мы как раз привлекаем их на свою сторону. И надо сказать, что... Вот я говорила о том, что военная форма сохранилась, ну, как бы ее немного сохранилась, и подлинные предметы, конечно, это здорово, но показать, какая она была красивая, можно и с помощью красивых реплик. Так, да. Мы, кстати, сейчас у меня реплика такая небольшая. Сделаем паузу, друзья, после которой вернемся. Дождитесь. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Друзья, время неумолимо мчится вперед, но есть еще несколько минут. Елена Синицына по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Давайте поделимся планами ближайшими, что еще грандиозного состоится. А то у вас так их много, на чем-то заострить внимание. Мы закончили на том, что я сказала про реплики, которые мы сделали... Современные... Современные реконструкторы. Реконструкторы. Да, да. Они изучают... Реконструкторы, они изучают очень тщательно всю историю создания военной формы, вплоть до того, какие нитками сшиты, какие швы, все ручное. И вы их привлекаете для консультации. Да, да. Для одержимой. Не только для консультации, но и для изготовления, потому что у них сейчас есть целые артели, которые это делают, и они, в общем, пошивают это все. И могу сказать, что у нас есть один экспонат, которым мы просто очень гордимся, потому что это единственная в мире реплика мундира Екатерины II. Ух ты. Это кавалергарское, да, кавалергарское платье ее. И находится оно подлиннее в Царском селе. И мастера в одной мастерской съездили в Санкт-Петербург, в Царское село, сняли обмеры, нашли ткани, которые очень близкие по своему составу, выкрасили эти ткани в те цвета, которыми это платье, в которое настоящее было. Причем, знаете, когда я увидела его в первый раз, уже готовое, у меня был шок, потому что я поняла, что это совсем другой цвет, не тот, который я хотела увидеть. Оказалось, что выцвел цвет ткани, а они в швах нашли правильные оттенки. Платье расшито пайетками, причем там несколько рядов. Пайетки пришивали в Индии, потому что здесь, в России, таких мастеров нет. И на сегодняшний день мы имеем вот этот шедевр, который выставим в своем новом музее. А кинодеятели к вам не обращаются, например, взять какие-то ваши эксцентляры для того, чтобы в кино... Не знаю, готовы ли мы его отдать. У нас пока право первой ночи, поэтому... Какой труд, да? Да, они шили его очень долго и очень тщательно. И когда привезли, конечно, было видно, что это просто сумасшедшее платье. Скажите, Елена, а есть ли у вас такие мысли, например, сделать показ мод? Вот, то есть, вот, представляете, вы привлекаете... Роман все бросает свои идеи в воду, в истории. Ну, почему, это же актуально, понимаешь? Какая-нибудь девушка... И все пытается что-то подхватить. ...в этом платье. Или, например, люди в костюмах стрельцов, вот прям на подиумах-то каких-нибудь, ну, как вариант. Ну, я думаю, что это прекрасная идея, и мы обязательно ей воспользуемся. Да, и, конечно, такое платье... Ты будешь первым вызывать полк. Очень аккуратно обращаться, потому что, да, но при этом показать, как человек выглядел в этом платье, я думаю, что это, конечно, тоже... Безусловно, как оно двигается, шевелятся там все эти складки. А современная форма, например, Министерство обороны, вам что-то присылает свои новинки на хранение? Ну, это, конечно, у нас будет представлено. Костюмы-ратник там, вот это все. Да, вот этот костюм мы тоже обязательно выставим. И у нас есть, я еще раз сказала, полторы тысячи квадратных метров, на которых мы расскажем обо всем, и в том числе о забытых каких-то, незаслуженно забытых военных конфликтах, которые были в 50-е, 60-е годы этого столетия, прошлого уже теперь столетия, да. Ну и плюс самое современное костюм, который-ратник, который на сегодняшний день есть, вежливые люди. Все это мы обязательно покажем. Ну и, естественно, расскажем по максимуму о тех людях, чьи имена вписаны в историю нашей страны. Ну, это получается только в Москве, да, и в Смоленске. А в других городах, в других странах как-то можно это все? Ну, мы сами, наверное, пока что еще не очень готовы выезжать, но вот принимать у себя в гости другие музеи мы с удовольствием готовы. И мало того, у нас есть такая тоже идея, есть же музей армии разный. Да. И вот, например, в феврале я была в музее армии во Франции, и подружилась я с обществом Королевских мушкетеров Арманияка, да. Они знают про Михаила Боярского? Да, конечно, конечно. Они знают, что Михаил Боярский является членом этого общества. Отлично. Да, и вот я у них сейчас была на таком торжественном заседании, которое было в июне. И с их помощью была организована моя поездка в музей армии во Францию. Там в 2014 году была очень большая выставка посвящена мушкетерам. Они собирали со всей Европы экспонаты, частично экспонаты подлинные есть у них. И я ездила как раз с ними договариваться по поводу того, чтобы нам дали какие-то предметы, чтобы мы могли здесь в Москве организовать выставку, посвященную королевским мушкетерам. Эй! И когда это будет? На сегодняшний день это планируется на конец 19 века, потому что это такой международный проект. 19 века? О, 19 года. Мы поняли, да. Мало того, часть предметов мы планируем взять, опять же, в наших российских музеях. Ну вот, это история, как раз они тоже заявили об этом проекте, так что мы совместно с ними будем стараться его осуществить. Елена, вы большая молодец. Спасибо. Мы желаем вам, даже не знаю, единомышленников, таких же, как вы, горящим этим делом, непростым, но интересным. И чтобы все получилось, и обещаем, что придем к вам в гости, потому что меня очень заинтересовало, и прям хочется на все это посмотреть. И чтобы муниципалитеты во многих городах нашей необъятной страны тоже как-то с вами сотрудничали, не только в Смоленске. И помогали, да. И помогает, помогает. Так что всем большое спасибо за сотрудничество, и вам большое спасибо за эфир. Елена Синицына была у нас сегодня в гостях, так что, друзья, ходите в музеи. Ходите всей семьей, да, это очень интересно. Спасибо.